Тело Христово И исследовать образ Церкви как тело Христово, как он представлен апостолом Павлом. Для этого давайте обратимся к посланию к Колоссинам, 1 главе, стиху 24. Колоссинам 1, 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, тело Его». Ефесинам 1, стих 22. Мы прочитали Колоссинам 1, 24, теперь Ефесинам 1, 22. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, речь идет о Христе, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Данный термин «тело Христово» можно применить и к поместной Церкви, по местному собранию христиан, как, например, в 1 Коринфянам 12, 27. 1 Коринфянам 12, 27. Павел пишет в своем послании «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Таким образом, тело Христово – это также и поместная община, подобная Коринфской. Вместе с тем, тем же термином обозначается и Небесная Церковь. «Ефесиным 1, 22». «Послание к Ефесиным 1, 22». Я только что цитировал этот стих. «Церковь – Его тело». Однако в первых трех главах Ефесиным речь идет не только о поместной Церкви, но о чем-то гораздо более глобальном, гораздо более величественном. По сути, Павел утверждает, что отчасти мы уже находимся в этой небесной действительности, так как, по его словам, мы уже восседаем с Христом на небесах. Нам это сложно представить, но, собираясь церковной общиной, мы как бы отражаем собрания вокруг Христа, Его чад, отошедших к Нему раньше. Ибо глава Церкви восседает Одесную Отца. Надо сказать, что понятие тела Христова можно рассматривать применительно не только к поместной Церкви, но и к всеобщей Церкви, распространенной по всему миру. В подтверждении этому мы находим послание к римлянам, 12, стихи 4-8. Римлянам 12, стихи с 4 по 8. Павел пишет, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. Полагаю, Павел говорит здесь не только о римской общине, как едином теле, но относит к этому телу и себя, находящегося за пределами Рима. Мы вместе одно тело. Таким образом, слово «сома», то есть «тело Христова», может употребляться в разных смыслах. Применительно к поместной общине христиан, Небесной Церкви, а также Церкви Вселенской. Очевидно то, что тело это является собой единство в разнообразии. И это легко читается в тексте Писания, в частности, в 1 Коринфянам 12, 14, где Павел говорит о разных членах тела, наделенных разными дарами, «Посему не может глаз сказать руке «ты мне не надобны» или также «голова ногам» «вы мне не нужны» и так далее. Это очень наглядная иллюстрация единства в разнообразии, тела Христова, которое никак нельзя назвать монохромным. Это свойство, этот принцип, также объясняет то, что церковное единство для Павла было высочайшей ценностью. Не обязательно единообразие, а именно единство. Равно как и для нашего Господа в Иоанна 17, в его молитве обуверовавших по слову апостольскому, «Соблюди их во имя Твое, чтобы они были едино, как и мы». Я говорю «единство», а не «единообразие», так как, судя по посланиям Павла, основанные им общины отличались друг от друга. У каждой были свои особенности. Мы с вами склонны к обобщению на основе первого Тимофея. Удивительно, когда апостол Павел пишет Коринфской церкви, он, кажется, лично знает всех пресвитеров и диаконов. Когда он пишет Тимофею, он упоминает пресвитеров и диаконов, а в своем письме к Титу просит назначить пресвитеров. Полагаю, что если бы мы провели более обширное исследование экклесиологии Нового Завета, то мы бы увидели, что организационно христианство в Иерусалиме развивалось иначе. Община была построена по модели синагоги, с начальником синагоги, которым в Иерусалиме был Иаков, брат Иисуса. Таким образом, в Новом Завете, как мне кажется, наблюдается единство, но не единообразие. Мы – тело. Наверное, этот момент нам, западным евангельским христианам, необходимо особенно постараться понять. Ведь евангельских христиан чаще всего критикуют за слабую экклесиологию. В то время как особенный акцент здесь делается на личном спасении. В Галатам 2.20 апостол Павел пишет «В сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это просто непостижимо, если задуматься об этом. Однако тот же самый апостол Павел в посланнике Ефесиным 5 главе 25 стихи пишет «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Те же самые слова, но теперь относительно церкви. Одни и те же слова об одном и о многих. Вот почему экклесиологию, а также тему народа Божьего следует изучать глубже. Что же касается народа Божьего, тела, то в 5 главе послания к Ефесиным апостол Павел говорит о том, что этого тела есть голова. И глава это Христос Иисус. Мы живем под Его попечением и Его властью. Властью, которая выражается не в доминировании, а в самоотверженном служении. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Поразительно, что нигде, ни в каком из своих посланий апостол Павел не описывает ни себя, ни своих учеников, ни Тимофея, ни Епофродита, ни Епофраса, никакого пресвитера, никакого диакона, как главу церкви. Полагаю, что Павел понимает, что у церкви только одна глава. И у этой одной главы одно имя – Иисус Христос. Вот почему меня несколько смущает, когда в церкви говорят о мужском или о женском руководстве. Такие понятия, я бы сказал, несколько сложны для моего личного восприятия. учитывая то, что в своих посланиях Павел настойчиво главой церкви называет Христа. Говоря о тех людях, которые служат пастве, описывая их обязанности, он часто пользуется термином, который мы находим у апостола Петра – «сопастырь». Ибо единственный начальник и единственная глава – Христос. И если продолжать эти физиологические аналогии, то мы с вами друг к другу члены. Члены Христово тела. Вот почему в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в стихах с 13 по 18, Павел категорически осуждает блуд. «Тело же не для блуда, пишет он, но для Господа, и Господь для тела, а вы совокупляетесь с блудниками». Апостол говорит, что, будучи членами друг к другу, мы должны почитать друг друга, признавая тем самым свой статус во Христе. Опять-таки, послание к Ефесинам, 4 глава. 4 глава, стих 25. «По всему, отвергнувши ложь, говорить истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу». Таким образом, говоря друг другу ложь, вы наносите ущерб всему телу. Вот на основании этого образа тела и его членов Павел описывает семью, брак, как микрокосм Христа и Церкви, подобие Христа и Церкви, где мы находим единство в разнообразии, как он пишет в 5 главе послания к Ефесинам, в стихах с 30 по 32. На основании именно этого текста мы будем обсуждать вопросы брака и безбрачия, хотя удивительно, что человека, который задал этот вопрос, сегодня с нами нет. Я представляю вам богословское рассуждение на данную тему. иначе говоря, развиваю те мысли, которые мы находим в Новом Завете. Думаю, что брак, как предназначение, как призвание, а также эсхатологически, то есть с точки зрения исполнения всего Божьего замысла, можно понимать как аналог, как подобие, как притчу, как олицетворение Христа и Его невесты. Это своего рода проекция будущего, ибо последнее время завершается брачным пиром Христа и Его невесты. Новый Иерусалим, сходящий с неба в 21 главе книги Откровения, украшен как невеста для мужа своего. Близость между Богом и Его народом в Ветхом Завете наиболее ярко описывается как раз метафорой брака между Богом и Израилем. Прочтите Исаию. В Новом Завете это отношение между Христом и Его невестой церковью. Что же касается призвания к безбрачию, то оно также служит своеобразной проекцией будущего. ибо оно указывает на то, что совершенный союз будет только в грядущем мире, когда, будучи членами друг другу в теле невесты Христовой, мы соединимся со Христом. Таким образом, с богословской точки зрения, призванием могут быть как брак, так и безбрачие, подчеркивающие разные стороны нового мира в эсхатологической перспективе, в то время как мы проявляем верность Богу в любом из этих призваний. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok